Ребята, это был просто ад. У меня тост. Сама, остановись. Немножко. Тут всё такое новогоднее. Взяла такую штуку. Холодно там очень. С блёстками. Она с отражением. Я есть хочу, я не наелась. Вы просто не поверите. Да-да. Тяжело уже, конечно. Вы видите вообще где-то снег? Все самые иголочки. За всё это я отдала 5 тысяч. Непонятно в стиле, конечно. Эту помаду посоветовала девочка. А я посмотрите, какая огромная, друзья. У меня тут провод. Надо брошать внимание, пришла телефон. Блин, показывает, что сегодня снег. Посмотрите, вы видите вообще где-то снег? И причём показывает, что он идёт. Я с утра уже сходила. Блин, кучу дел переделала. Ну что вообще за молодец? А знаете почему? Потому что понедельник. Короче, я сходила всё. Купила мачо. До этого была в Кусвилле, сдала бутылки. Ещё зашла в Буше. Вела хлеб. Я обожаю тортины в Буше. На любовь. Взяла сэндвич с лососем. И так его хотелось. Сейчас надо чай. Не хочу с мачо, сэндвич. Хочу с чаем. Чёрным. Своим любимым. Сайхёрба. Я его заварила в чайник. Сейчас покажу, какой я пью. Так, так. Так, вот такой. Это бергамот. Боже, он так вкусно пахнет. Её вы себе просто не представляете. Привезла с собой. И сейчас ещё Дима привезёт пакетики. Вот. Чтобы было удобно, если там куда-то поедем. Чтобы не заваривать. У меня безумный бардак. Видно вам? Куча белья. Нужно будет сегодня взять себя в руки. И всё перебрать. Потому что я просто собираю белила с сушилки. Кладу его на полку вообще. Причём на полку телевизора. И вот так оно у меня лежит. И хотела свой шкаф перебрать. Вот тоже надо это сделать. Тяжело уже, конечно. У меня только седьмой месяц. А я посмотрите, какая огромная. Просто. Посмотрите вообще, что это. Но это связано с тем, что, как говорится, от осинки не родятся апельсинки. У меня длиноногий муж. Я длиноногая. Вот. И мы высокие оба. И ребёнок привлеклён к передней стенке. Вот. Это значит, что жёлт будет большой. У меня есть бандаж. Я уже в прошлой логике говорила. Периодически ношу. Сейчас нормально себя чувствую. Сегодня вот не одела. Вот. И походила, погуляла, нашагала уже, наверное, тысяч пять шагов. Какая молодец. Вот. На выходных, конечно, я летячила там. До двух тысяч прошла всего шагов. Сейчас поем. Это уже какой приём пищи? Третий? Четвёртый? И пою спать. Ай, как смешно. Ладно, может, не пойду. Может, наконец-то вещами займёшь. У меня завтрак, кстати, такой важный день. У меня завтрак гистрационный тест. Я и боюсь одновременно, и не хочу, но надо. Мы с врачом решили, что если мне станет плохо, то мы его закончим. Вот. Если нормально, то нет. Ребята, это был просто ад. Я два часа ехать с Пудрова. У меня сегодня гистрационный тест. Ну, я, конечно, не представляю, как я пройду, но... Надеюсь, всё будет хорошо. Приехала в клинику, в которой я ведусь. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, за опоздание. Я не ожидала. Вот. Ага. Я, в общем, буду держать вас в курсе. Так, ну что, первый пошёл. Сейчас пойму только беременные. Или те, кто уже сдавал этот анализ. Ну, не то, чтобы я переживаю. Я, кстати, с собой еду взяла. Мне разрешила врать. И я взяла с собой рисовую кашу с индейкой. Чтобы мне плохо не стало после двухчасового голодания с глюкозой. Вот. И взяла ноутбук. Будем сидеть, медитировать. Нам нужно. Это, кстати, очень удобненько, смотрите. Смотрите. Это лимонный сок. Понятно. Очевидно. Показываю. Глюкоза безводная. 75 грамм срок годности до 28-го, 27-го года. Угу. Пожалуйста. Мы 75 грамм, да, пьём? Да. Это норма. Угу. Пять минут на выбивание. Да. Лимон, он больше поглощает сладость. То есть он не даёт вкус лимона. Он убирает сладость. И, ну, многие, кто у меня пьёт, я вот всех спрашиваю девочек, говорю, как они такие, ну, похоже на аскорбинку. Боже, они так много. Да, я все, все глаза округляются, все немножко переживают, но глюкоза из-за того, что она очень лёгкая, поэтому выглядит она достаточно внушительно. Просто целый пакет сахара. Но не сахара, ладно. Чаще всего самое неприятное, это происходит в первый час. То есть может подташнивать, может... Изжога? ...голова. После, скорее всего, если иду. Может быть... О, боже, я захочу, не могу. Может усилиться чувство голода, потому что быстрые углеводы. Может начать клонить сон, потому что был резкий скачок энергии, а потом резкое падение. То готово? Да. Лимон еще добавим или я попробую сначала? Добавим. Добавим. Боже, как сладко. Знаете, на что похоже на вкус? Помните, были такие конфетки лимонные, желтые, вот в точности? Да. Вообще просто не отличить, как с детства ели. Ну, нормально. Ну, то есть я думала, что... Ну, конечно, не совсем приятно, но... Ну, жить можно. Да. Главное выпить сейчас. А, что вы думаете, я вывеню? Не-не-не-не, я просто... Я переживаю вас немножко сайту, что мало ей станет плохо, чтобы я рядышком была. Знаешь, спридел. Хорошо? Могу пока не пить. Пить-пить, я все время ушел. У нас еще 4 минуты. Сейчас принесу. Угу. Такая сладкая шоколадка. У меня аж горло дерет. Вкусно. Как дела? Угу. Угу. Дерет? Ой, как сладко. Ой, какой кошмар. У меня аж горло дерет. Не, на самом деле нормально. Вкус нормально. Я думаю, не совсем жутко. Лимон спасает. Так, приветики. Я сегодня в таком непонятном стиле, конечно. Еду на ногти. У меня уже отросли. Я, кстати, заметила, что овал идет мне больше. Мне больше нравится, как он смотрится на руке. Кто-то в лицо ходит. Так что я оставлю овал. Едем на ногти. Там буду. Здравствуйте. Переделывать. Уже хочется чего-то новогоднего. Не рано. Как вы считаете, если на улице? Еще даже не конец ноября. Середина ноября. Перед этим хочу заехать в Астер за булкой. У нас на этаже пахнет салом. Ну, реально пахнет салом. На, первое. Вот, поедем в Астер за булкой. Да, именно. Вот. И что еще мне надо? Я хочу копченое масло. Короче, я заказала. Я прошла, кстати, вестиционный тест. Все хорошо. Сахар у меня в норме. Ничего мне не поставят. Ура. И, короче, заказала икры красной. У меня врача не решила. Можно купить к нему копченое масло. В центре так красиво. Иду. Успела на Даниш и копченое масло взяла. Ура. Иду пешком. Иду пешком до Москвы. Это тишина. Может, холодно только очень. Ой, я только не попрестала. Снежок идет. Я тут насвинячила. Вот так у меня конфетами угощают. Три конфеты. Чтобы наверняка... Я тут выбрала. С блестками. Или вот эти. Такие страшные, кажется. Это тоже красивые. Блин, ну, ладно тебе. Короче, вы поняли. Все хочу блестящее. Вы просто... Вы просто не поверите, что я получила. Ура. Обещаю выходить. Выходить теперь только с вкусностями раз. Короче, я пописана на одну блогершу. Как и все в этом мире люди обычные. Ее муж. Она врач. Она блогер-миллионник. Врач. И ее муж занимается икрой. Она сама в беременность ела икру. Его продукции. Рыбу соленую. Вот. Я пробовала его икру уже год назад. Очень вкусно. Она такая... Отличается сильно. Ура! Просто. Я взяла три банки. Потому что скоро Дима приедет. И... Одна банка, когда можно все три съесть. Вот. И взяла еще попробовать рыбку. Слабосоленую. Блин. Кайф. Просто кайф. Сейчас будут вкусные. Ой, это, кстати, масло, не просто масло, это копчёное масло. Я его купила в Астере, тройную порцию, и заморозила. И корочка. Я, конечно, я, конечно, к сожалению, не смогу намазать. Как знаете, вот я раньше мазала, просто вы бы видели. Я могла банку, наверное, за два раза вообще просто легко. О, горбушечки. Я обожаю горбушечки. Ещё, кстати, когда я привезли красную, подумала о том, что я хочу чёрную ещё. Я люблю чёрную икру. Смотрите, у меня в облогах, если я их не закрыла, кстати, не помню. Перед тем, как улетела я в Китай, как я пешно наворачивала астраханской чёрной икры. М-м-м-м, боже, масло топ. И, боже, как она пахнет свеженькая. Ой, что за красотища, конечно. Что за красотища, друзья. Всё, хватит. Оксана, остановись. Немножко. Свежак. Карельская, кстати, из Карелии. Икра очень похожа на финскую. Очень. Прям очень похожа. Я вот люблю финскую. Она вкусная какая мелкая. Огонь. Ну всё. Разведение из куста готово. Давайте есть. Попробуй при вас. Боже мой. С копчёным маслом просто невероятно. Очень вкусно. Моя рекомендацион. Рубрика, что я ем или как правильно следить за холестерином. На самом деле, я такой ем не часто. До-до. Попробуй заказать две. Потому что на одну у них не было доставки. Шарик. Вот. Купила себе колу. Наверное, буду черри. Взяла сырную и... Что там ещё? Сырную и пепперони. Вот. Я такое ем не часто. У нас солнышко. А я лентяйничаю дома. Просто, чтобы вы понимали, Я уже съела... Я позавтракала каши. Попила чай. Потом съела бы федрог. Ой. С лососем. Попила чай. Сырную. Потом я... Поела голубику. Тристо грамм. Фи-хоа. Попила чай. Поела пельмени. Чай ещё не пила. Я заказала пищу. Время 3.30. Это уже третий или четвёртый приём пищи. Третий приём полноценный. Четвёртый. И плюс перекусы. Я не знаю. Я не знаю, что происходит с моим аппетитом. В некоторые дни. Иногда, конечно, я держусь. Но сегодня что-то идёт не так определённо. Я, кстати, всегда выкладываю пиццу на тарелку. Ммм. Огонь. Рыжненько. Вкусненько. Пойдёмте есть. Те самые иголочки. Ура. Так, ну что, меню. Я уже знаю, что я буду. Я сегодня снова накрасилась. У-у-у-у. Подушку. У нас это тоже положение. Вообще, хочу вам сказать, что с момента, как я выложила о том, что я беременна, мне написало так много людей, с которыми я... Ну, я не могу сказать, что я про супер близко общаюсь, да, но с которыми мы знакомы, и они тоже находятся в коже. Эй, это так прикольно, ура, вы должны держаться в 200. Вот. У неё срок поменьше. Она немного страдает токсикозом, поэтому с утра что-то не перенесла встречу. Вот. Но в итоге всё заключилось, всё хорошо. Когда едет, я ей предложила что-то сразу показать. Она очень голодная. Я всего много сейчас заходу. И всё это одна съела. Ну, как написала одна девушка, а чем можно было это раньше оправдать? Это сейчас хотя бы можно сказать, что у меня беременность, то раньше непонятно. Вот. Ещё хочется задумать такой букшотинг. Я хотела заехать в Кефинланд, купить там такую штуку на сковородку, чтобы блинчики на рождественские делать. Для печенья, штампы я заказала в Китае, Дима привезу. Вот, он верно и печеночки делает. Вот, хочу получили немножко украсить. Хотя я уже нашла на Каупа, уже столько всего к новому году, что все было прикольно в Каупа. Вот. Кстати, посмотрела сегодня с утра вопросы, которые мне задали. Не так много, там всего 4-4 вопросов. Но такие интересные. Мне так понравилось. Я ещё хочу в середине недели, наверное, выложить. Для тех, кто не успел. Вот, наверное, в этом влоге будет конкретный вопрос. Это классно. Так, у меня тост с креветками и, ой, артишоками. Скрэмбл. Мачо. У человека тут кофе. Пока оставлю его инкогнито. Не все хотят афишироваться в моих социальных сетях о том, что они в положении. Мы пришли в Кёханланд. А тут... А? Тыква? Можно. Тут всё такое новогоднее. Взяла такую штуку. Это для блинов. Советую. Стоит всего 600 рублей. Классно. Заливайте блинчики, и будут у вас новогодние оладушки в форме человечка. А ещё у них дракончик. Вот такие вот красивые кружечки новогодние. Тоже мне очень понравились. Такое настроение. Это бокалы. Красота. Очень всё такое красивое тут. Нельзя просто пройти мимо золотого яблока. Мне всё надо. Особенно, когда это касается свечек, диффузеров и всего прочего. Кстати, помаду посоветовала девочка. Это российский бренд. И не было тестера. Я взяла так. Сейчас будем купить, попробуем. А вот это инкогнито. Я не могу показать. Даже накупила себе много всего. Ну что, посмотрим, что я взяла. Как видите, вещи ни то не разобрал. Не до вещей было, как говорится. Ну ладно. Так, быстрая распаковка. Это я заходила в Кёхенланд. В Кёхенланд я заходила. Такая штука, насадка для блинчиков. Ещё можно есть. Но такие, если, наверное, делать скрэмбл и по формочкам разливать. Мне очень понравилось. Я сняла, видите, эту штуку. Потому что мне неудобно было нести. Почему все волоса? Вот. И я её сняла. Вот, кладёте. Мне понравилось, что здесь такое разделение. И тесто не будет вытекать. В общем, будут новогодние блинчики. Я о блинчиках мечтаю уже. На сайте, кстати, у них увидела. Ой, на инстаграме. И захотела. Стоит всего 600 рублей. Советую. Так. Удобники. Я взяла вот такой кондиционер. У меня есть шампунь. Мне нравится. Кондиционера нет, решила взять. Дезодорант. У меня вот такой крем для тела. Мне нравится. Я вообще потащусь от Веледо. Я взяла ещё один компакт. У меня вот этот пурпапау, блин. Я взяла новость винограда. Мне так понравился запах. У меня вообще запахничка беда. И кармакс. Потому что зимой мне трескаются губы. Я, кстати, намазалась уже вот таким бальзамом для губ. Я вообще одно увидела. Знакомых хороших советов у меня. Я была какой-то дешманский скульптор. Я сегодня разбила свой. Вот. И мне понравилось, потому что здесь с обратной стороны картинка. И здесь есть румяшки. У меня, кстати, с одной стороны есть румяшки, с другой нет. Я забыла намазать. Вот. И есть контур подводить. Почему взяла дешёвый? Потому что, дай бог, два раза его используются. И, конечно же, масочки, дарлинг. Много масок не бывает. Всё. За всё это я отдала пять тысяч. Пять сто. А изначально было восемь. И у них сейчас распродажа. Всё. Всё, ладно. Я есть хочу. Я есть хочу. Я не наелась. Три раза уже поела, и всё, и никак.